так но мы осмотрели полностью помещение аккуратно да я постараюсь давайте прочтем что ли давайте это сделаем так сказать более так сказать пафосно сядем на стульчик этот здесь сядем на стульчик так не возьмем нечищенную воду выпьем с горя вспомним в каком мире мы живем как этот мир к нам не дружелюбен полон несправедливости но я есть закон я буду убивать рейдеров и собирать их пальцы приносить их главе гильдии регуляторов я буду сражаться с преступностью и наконец какое-то время благодаря регуляторам преступность в пустошах совсем может быть и сразу но исчезнет да посидим починим боевые ножи каждый уважающийся регулятор должен починить боевой нож перед сном перед очередной охотой за рейдеров это нормальное явление это повседневное занятие регуляторов сказать рутина которую регулятор должен выполнять потому что ну как как показала сегодняшняя так сказать охота на браминов на 1 убра мой нож слишком затупился здравствуйте уважаемые друзья с вами опять стрекер и мы продолжаем играть в 3 фоллаут после серии мы стали регулятором наш персонаж чтит закон придерживается строгих правил которые прописаны в уставе регулятора регуляторов а именно не крадил регуляторов братьев своих я уж сам пледу убивая только рейдеров убивай всякое требья короче говоря что у нас тут парни собираем пока запальники почти во всех плитах но практически на всех плитах есть запальники их можно собирать потом продавать нехти какие деньги но для начала хватит если допустим у вас очень мало денег начали игры у вас стоят какие-то определенные модификации которые усложняют игровой процесс усложняют поиск денег патронов лекарств вот тогда вам необходимо собирать вообще буквально каждую мелочь каждую мелочь на пустошек которая валяется у вас под ногами будь то тарелки там бутылки просто грубо говоря стеклотару сдаем получаем удачи и эти деньги уже приобретаем необходимое нам снаряжение там оружие так далее так а давайте поговорить с ней сонор да она же глава гильдии регуляторов а мы являемся членом гильдии поэтому мой закон именно поэтому нам можно нам разрешено забирать все что есть коробках это как бы наша хижина и тут сказать имеем право определенные то есть можем пользоваться всеми предметами лежат если захотим можем буквально все забрать и продать их регуляторы нам пусть сердце отдает приказы твоей руке не помешают это сделать так дай посижу я устал давай пообщаемся регуляторы рады вновь приветствовать тебя можно опять пошутить про пальцы вот смотри у меня есть пальцы ждет смерть давай посмотрим сколько тебе удалось отдать под высший суд я всего на руках у меня 10 пальцев и на ногах 10 пальцев всего 20 но она подняла я думаю шутку если это шутка правосудие серьезное дело серьезно ладно найду пальцы как срежу пальцы с рейдеров так тебе принесу не переживай жди визита жди моего визита очень скоро так сохраняться будем на новые слоты не каждый раз но в основном то будем перезаписывать старые но периодически буду на новые сохраняться в том случае есть и какая-то там опасность грозит я не уверен что пройду какой-то момент успешно вот тогда я буду сохраняться на новые слоты а то всегда приятно видеть новое лицо чё чё храни верность себе и закон вот это правило ремонт пунктов кодекса регуляторов храни верность себе и закон убивай нечестивцев всегда соблюдай закон это же один из постулатов главных даже в этом мире пост ядерного апокалипсиса некоторые законы которые существовали в нашем пускать по всему обычном мире на когда еще не было воин они действуют регуляторы они выполняют роль но так своеобразных полицейских пустоши занимаются с искоренением преступности в новой калифорнийской исповеди не знаю насколько они действуют в вашингтоне как мы знаем идет серьезная война суровые битвы там каждый день протекают между супер мутантами и братством стали дам обязательно попадем но не сейчас не с нашим снаряжением так скажем нам нужно найти что-то получше чем чем боевую ношу да ну и ладно даже лазерный пистолет нас не спасет посмотрите во первых каком состоянии во вторых с лазерным пистолетом против супер мутантов не вышить это я вам гарантирую сенсорным модулем мы можем починить благодаря модификации я уже в прошлой серии говорил повторяться не буду сенсорный модуль с металлоломом чинит оружие ну и броню некоторую можем починить лазерный пистолет сенсорным модулем на плюс где-то 12 процентов качество даст это ставим про запас пригодится так давайте-ка проверим наше снаряжение что у нас есть куча боевых но не куча из к боевых ножей починить не можем потому что у нас не хватает навык ремонта час проверим 46 процентов всего на все то давайте единиц 46 единиц это все таки мало мало нам надо больше так я вспоминаю да когда мы придем мига мегатона мы придем рано или поздно мы туда придем поэтому нам надо будет еще и взрывчатку подкачали то чтобы чтобы разрядить ядерную бомбу которая там в кратере лежит в центре города но это не совсем город такой такая община поселение небольшое состоящий из различных сказать собранных в кучу листов металла уничтоженных фюзеляжей самолетов насколько помню есть когда достаточно интересный фоллаут фоллауте третьем они очень сказать мощно отражают события которые происходят после ядерной войны потому что именно ну не буду не стану утверждать что именно так будет выглядеть города после ядерной войны были не дай бог конечно просто такой вполне может быть поговорить сонорой вполне себе может быть мы несем закон в мир беззакония все эти группировки могут быть просто ядерном эпиклептичном мире очень надеюсь что ничего такого не произойдет но мы сюда пришли не искать и вы и я собственно находимся я отхожусь в игре а вы смотрите как я прохожу замечательную игру мы собрались здесь не то чтобы грустить правильно мы будем играть поэтому я постараюсь как можно меньше говорить о всех ерунде уделять больше времени игровом процессу говорились все погнали все в принципе в облутал в прошлой серии я просто хочу удостовериться в том что ничего полезного я не забыл понимаете когда возникает такая мысль что-то забыл там патрон еще что-то пожалуй стоит еще разочек прошвырнуться и посмотреть чтобы наверняка ничего не пропустить полезного так все да если что мы сейчас сделаем это приравняем наше игровое время к нашему реальному ну конечно будет громко сказано приравнивать конкретно сказать точно игровое время к реальному я не буду я просто вот есть такая команда скил ту 5 на 5 единиц это ну более более менее так скажем замедлим время для того чтобы у нас и дни и ночи не были такими короткими как в оригинале но то есть как ну собственно говоря как вот мы по стандарту играем когда у нас очень короткие дни и короткие ночи я решил воспользоваться вот этой командой для того чтобы увеличить длительность дня и длительность ночи более-менее так сказать реализм чтобы это было подходило вернее чтобы к реализму так сделаем нормально с вами сейчас будем тихоньку отсюда уже уходить что мы все практически не слышно что это урна еще не облакал . не забрал так скипидар я же говорил да надо собирать по потому что потому что объясню почему это собираем мусор в принципе до этого я уже много раз объяснял что там надо будет продавать весь этот мусор понятно для чего чтобы обзавестись потом более хорошим снаряжением как оружие бронёй коментами еду и так далее все это нужно в путешествиях очень без этого мы просто не уже дорогие друзья пыльник регулятор нас 20 а чем он носим пыльник который в ужасном состоянии зачем одеваем тот который хорош а этот пыльник пригодится нам для того чтобы носить придется да наш пыльник будет поврежден мы сможем с помощью этого пыльника по починить свой все потому что пыльник регуляторов несовместим с этой модификации которые установил и он не чинится не кожаными ремнями не металла чем не чудится вот кожная броня чиниться кожаными ремнями благодаря этой модификации вот ну так же могу напомнить что допустим сенсорными модулями можно починить энергетическое оружие ну а обычное огнестрельное оружие чиниться металлолома также металлоломом чиниться металлическая броня что в принципе логично все на этом так скажем повествование закончено будем играть можно было сразу играть я решил кое-что рассказать вам особенности тем кто в первый раз вообще видит эту игру я буду периодически повторяться рассказывать можно сказать но кто-то скажет что я рассказываю очевидные вещи мы не вчера родились мы не словно свалились так далее я понимаю есть люди которые первые раз вообще видят fallout знакомятся с этой игрой самый-самый что есть первый раз для них буду рассказывать некоторые на ваш взгляд очевидные вещи понимаете но надеюсь все мы пришли взаимы к пониманию будем играть дальше что я буду через 5 сохраняться не буду потому что хочу перезаписываться и сохранения об этом уже в прошлой серии говорил выходим отсюда отсюда уходим на пустоши сколько у нас времени 4 часа 4 часа утра 4 часа практически да практически 4 часа утра я бы сказал потому что нужно в такое время светает выходим аккуратненько 4 часа довольно таки и глубокая ночь может быть нет давайте вы выходите сейчас посмотрим посмотрим что нас ждет там на пустошах а светло это получается 4 часа дня 4 часа дня ну что ж неплохо уже под вечер конечно надо будет поспешить так стоп что происходит это у нас легкий большое изменение при повороте на это не страшно я имею ввиду небо осветлеет когда я поворачиваюсь скажем вправо то что что светлее попрос влево она зеленеет но это особенности игрового движка не обращайте внимание географических модов я не устанавливал там считают не особо нужным занятием заниматься основные модификации трвд меня убивали с первого выстрела ну я буду убивать соответственно также с первого выстрела любого рода любую тварь сейчас я могу продемонстрировать вам это если конечно ну по моему черепа у браменов гораздо толще чем у человека а ведь сперва выстрела уничтожил пробивная способность лазерного луча ни для кого не секрет правильно поэтому удивляться не не приходится бромен мертв но это наши брамины в пуша серии говорил это на наше пастбище это наши брамины это я имею право на них охотиться не братья регулятор ничего не скажу вот на мосту например очень интересный короче фура как это заостряла старая ржавая фура давайте поднимемся попробуем здесь есть такая возможность этот виадук и посмотрим что же там заветный фур очень полезно она объем еще 1 по моему это последний да ну при приходится что поделаешь вот конечно так сколько у нас может быть хватит убивать брамина стали ты пульман прочесть стоит из ба 4 4 стейка у нас правильно убиваем сразу получаем стрек себе готовы нет неплохо даже шарить не надо сыр или же он просто жареный как раз мы его поджарили лазером такие все стоит поджарим можно забирать их так бы в жизни вы стороны жалко животных на виртуальном мире не особо жалко так запишемся и решим с вами до первую очередь пойдем посмотрим если у нас возможность попасть на этот виадук хочется посмотреть что в этой фуре лежит чудесный ржавой фуре так будем постараться не тратить патроны у нас других вариантов нету нету да да у нас нету другого оружия есть нож есть кулаки лучше кулаков но 6 наносит больше урона чем кулаки голове кулаки без либо кастетов будем аккуратненько ходить двигаться глядываться почаще никто не напал сзади нехороший полос эти три трубы я знаю что за место это говорю практически знаю каждый уголок новой полиформической республики в этой игре я знаю что в принципе большинство локаций которые поблизости от нашего местоположения штаб-кортер-регуляторов а рядом например там три трубы это завод коррега туда можно будет сходить но там огромный выводок муравьев там грубо говоря муравьи оборудовали на этом заводе свой муравейник там их матка в общем они очень рьяно так скажем охраняют своего свое логово они там выращивают свое потомство огненных муравьев там нет но довольно таки крупные особи муравьи солдаты опасно противники я вам точно говорю туда мы отправимся потом а сейчас нам интересно посмотреть что да и когда мы раздобудим у моер браун также модификации было добавлено лопата и ключ мародера мы сможем с помощью ключа мародера любую машину осматривать наличие полезных вещей а полезных вещей там довольно много попадается буквально каждую машину там она имеет три секции багажник салон и капот там можно найти металлолом ну даже от мелкого лома до патрона патроны иногда тоже могут скажем на заднем сиденье пару коробочек заваляться или в бардачке как в реальной жизни можно же такое быть может так собственно есть сделать этим модом с помощью этого мода вот так вот она была все проработана классно здоровыми молодцы ребята так ну чтож приблизились фури сохранимся у нас скелетов кому-то очень не повезло фура здесь застряла ребята здесь таких убил может быть это произошло в момент попадания сюда ракеты китайской китайской китайцы же начали войну кто не знает китайцы захотели владеть аляской и захотели до захватить аляску америка соответственно перлись рогом на дшик аляска вижу понятно что они не отдадут и и началась война чем я делал третье мировая началась в анкоре джи противостояли китайским коммунистом коммунист китайцы во главе наверно с их мао цзи дуном или кто-то в реальной жизни понятно исторические сведения это одно а вот здесь и помню кто там лидер и был ли вообще лидер хоть какой то все уже не помню точно помню что было вторжение это модификация называется анкориш там как раз этих событий рассказаны можно даже в них поучаствовать так мы точно тут все смотрели что ходил ходил болтал раньше я думал что включив такую любительскую рацию мы можем поймать какую-то волну новую волну ну помимо тех что уже имеются у нас пикбоя да но нет к сожалению и так однако если вы найдете в пустошах ретрансляторную вышку вы сможете поймать новую волну например ну можете поймать сигнал бедствия что подтормаживать тормозит так надеюсь скажет закончится что нам нужно сделать да я забыл напомнить вам что сейчас у нас я играю в режиме полу ночь вернее ночного летсплея уже два часа ночи на часах поэтому говорю в полголоса стараюсь и могу так скажу ошибаться могу ошибаться потому что охота спать сами понимаете время люди обычно нормально спят для вас стараюсь дорогие друзья глаза уж слепаться уже не могу говорится назывался груздем отсюда мы точно не перепрыгнем да даже пытаться не стоит до расстояния большое расстояние довольно таки большую метров здесь 15 или даже 20 по игровому кажется дошла подошел кажется буквально часто разбежаться и перепрыгнуть нефига это состояние большое так же как и а ну-ка забыл что это за место какой-то завод очередное по моему там сегодня не изменит память завод облюбовали рейдер или свалка какая-то там множество свалок различных автомобильных свалок жалберт это еще как свалка это точно или завод только какая-то свалка надо будет посетить видит треугольничек на компасе напоминаю вновь первый раз пришедшим на мой канал и вообще раз людям которые верни пепел раз видят игру вспоминаю что вот эти вот треугольнички пустые не не закрашены это значит что там где-то есть локации которые вы еще не посетили закрашенные треугольнички то локации уже отмечено как посетить еще на его не забывайте вот что хотел сказать давайте ладно идемте с такой высоты прыгать не советую более сейчас вот урон при падении с но привезли с такой высоты равен смерти сразу так спускаемся аккуратно так наверное давайте сходим этот завод он ближайший посетим его попытаемся отвоевать его у рейдера так нет нет так ситуевать у рейдеров завод нормально да все осталось чтобы не переписать все проверяешь сохранение там далеко продвинулся сюжет вообще вообще просто кучу локаций там следовало не хочется потом сначала начинать это выиграем раз сначала проходить приедать вчера вот я вам советую когда вы играете ну вот подобные игры с открытым миром беседки да неважно обязательно беседки какая водная игра тот же ма масса фига то обязательно включать свое воображение создавать себе такие условия при которых вы максимально погружаетесь в игровой процесс то есть вы проживаете просто про проходите игру там бежал перестелял всех ну и все и ладно для галочки поставил галочку все эту группу прошел все нафиг она мне сдалась да а я имею ввиду что надо проживать буквально каждую игровую минуту в этом состоит наслаждение игрой любой игрой если это на конечно подчеркнула только если она вам нравится если она вам заходит тогда да можете таком режиме который только что вам описал проходить проникаясь полностью атмосферы так давайте потихонечку двигаться вижу врага то вижу на компасе появился враг не хватает мне снайперской винтовки сейчас что поделаешь не все сразу заведемся позже да у нас на это и без снайперской винтовки вот так вот получилось потерял где-то на очередном своем задании хотя вот давайте потом будем действовать